Здравствуйте, с вами Мария. Добро пожаловать на самый мощный, самый сильный курс «Как влиять на мужчин». В этом курсе я покажу вам техники, которые можно будет применять по отношению к любому мужчине. И в результате вы сможете грамотно нажимать на нужные кнопки в душе вашего мужчины или любого другого. И всегда сможете получать тот результат, который вам нужен. Также мы с вами рассмотрим на этом курсе некоторые способы непрямого гипноза. Вы все это точно так же хорошо освоите. Конечно, я хочу заострить ваше внимание на том, что получаете вы очень мощный инструмент влияния на мужчину. И вы обязательно должны помнить о той ответственности, которую накладывают на вас эти знания. Вы прекрасно понимаете, что можно влиять на любого человека как со знаком «плюс», так и со знаком «минус». И совершенно одни и те же инструменты влияния можно использовать как для совершения добра, так и для зла. Самый простой пример. Ножом можно красиво нарезать овощи для вкусного салата, а можно и убить человека. Поэтому я очень надеюсь, что вы будете использовать эти инструменты во благо своим ближним. Положительным примером такого влияния будет влияние, например, на подростка, когда необходимо уберечь его от какого-то пагубного воздействия в новой компании. К сожалению, не секрет, что сейчас очень многие подростки начинают баловаться наркотиками. Во многих компаниях это просто норма общения, и молодому человеку очень легко втянуться в это действие, и очень сложно потом выйти оттуда без потерь. Так вот, если вы понимаете, что происходит, если вы влияете на него этими приемами правильного воздействия, вы реально можете обезопасить его жизнь, спасти его. И несмотря на то, что он будет сопротивляться сначала, вы вмешиваетесь в его частную жизнь, вот это для него будет однозначно благом. Мы с вами рассмотрим прямые и косвенные способы влияния на мужчин. И вы уже сможете использовать умение влиять абсолютно на любого мужчину. Это может быть ваш сын, это могут быть сослуживцы, ну и, конечно же, ваш муж. Дело в том, что женщина, которая по-настоящему умеет влиять на мужчин, буквально нарушает все расхожие стереотипы. Ведь у нас не редкость такие обсуждения, мол, она не обладает никакими выдающимися внешними данными, не молода, не красива, но как ей удается? Что он в ней нашел? Наверное, вы сами не раз были свидетельницей таких вот суждений. Так вот, такая женщина, скорее всего, как раз обладает знаниями, которые и делают ее особенной. Все дело в поведении таких женщин, и совсем не в их внешности. Я знаю женщин, которые очень успешно управляют, в том числе и большими коллективами, где большинство сотрудников – мужчины. И делают они это очень и очень успешно. И дело тут все в том, что женщине повлиять на мужчину гораздо легче, чем повлиять женщине на женщину. Точно так же мужчине повлиять на женщину в некоторых случаях легче, чем повлиять на мужчину. Не секрет, что уже существует мужская и женская конкуренция. Вот этот механизм как раз нас и объединяет. Потому что соперничество и конкуренция, они всегда подсознательно присутствуют в дружбе. И даже если вы себе в этом не признаетесь, то где-то в глубине души эти чувства все равно испытываете. И вы очень четко чувствуете, когда это срабатывает по отношению к вам. Хотя вроде бы внешне, может быть, очень так презентабельно все выглядит, и, казалось бы, ничего не происходит. Но вы четко чувствуете такие моменты. И все же, женщине повлиять на мужчину проще, как мужчине повлиять на женщину, нежели повлиять друг на друга представителем одного пола. Конечно, в этом случае есть исключения. Ну, например, бывает такое, что девушка больше слушает свою маму, а не своего молодого человека. Хотя чаще, конечно же, бывает наоборот. И, конечно, обычно женщины, когда солидарны друг с другом, когда им есть в чем объединиться, как правило, вынести какое-то общее суждение на определенную тему, преимущественно касающееся того, какой-то там Петя или Сережа плохой человек. Например, вот здесь единство может быть однозначным. Это один из моментов объединения. В остальных случаях конкуренция все-таки включается и начинает играть очень большую роль в отношениях. В результате, что мы наблюдаем, разворачивается буквально настоящая битва за некоего мужчину или женщину, что реже. И казалось бы, что не должно этого быть, ведь есть и достаточное количество женщин, и достаточное количество мужчин. Но мы все заинтересованы в том, чтобы получить самое лучшее, самое настоящее, самого лучшего мужчину или самую лучшую женщину. Так вот, секрет в том, вернее, правда, к сожалению, в том, что таких настоящих женщин, которые любят и ценят себя, как и настоящих мужчин, к сожалению, не так много. Но вас я хочу поздравить, потому что вы как раз и есть настоящая женщина. Ведь вы вкладываете время и деньги в свое развитие, поэтому вы достойны самого лучшего мужчины. Как проводит свой досуг большинство женщин и мужчин? Очень просто. Их развитием становится телевизор, журналы, сериалы, футбол и так далее. Те люди, которые вкладывают усилия, чтобы получить какие-то определенные знания, встречаются гораздо реже. А ведь недаром сказано, кто владеет знаниями, тот владеет и миром. Я действительно рада вашему стремлению к саморазвитию, вашему желанию взять ответственность за свою жизнь в свои руки. И уверена, что у вас все наилучшим образом получится. И вы достойны самого лучшего мужчины. Я не знаю, является ли ваш мужчина именно таким, но у вас есть прекрасная возможность в этом убедиться. Вот вернете его, и тогда вы решите, что делать с этим результатом вашей работы. Тот ли это человек, во имя которого вы так много познали, так много освоили, или же вы можете принять решение, что ваше счастье составит какой-то другой человек. Потому что теперь вы совершенно другая. Вы более мудрая, опытная, зрелая женщина. У вас есть знания, которые помогут вам стать по-настоящему счастливой с тем мужчиной, которого вы выбираете. Вот это и станет вашей реальностью. Таких случаев в моей практике было очень-очень много. В том, что у вас это получится, даже не сомневайтесь. Дело в том, что научиться можно абсолютно всему. Вы и сами можете вспомнить пример. Вероятно, у вас в школе были дети, которые ничем абсолютно не выделялись, даже могли быть объектом насмешек для своих одноклассников. И вдруг, спустя годы, вы можете увидеть их на самой высокой ступеньке карьерной лестницы. И это произошло только потому, что они мастерски овладели приемами манипулирования и влияния на других людей. Это неврожденный навык. Этому действительно можно научиться. Я вам дам всю необходимую информацию, а вам нужно будет освоить это и практиковать, чтобы получить нужный результат. Вы попробуйте раз, два, пять, и у вас это обязательно все получится наилучшим образом. Мне хотелось бы с вами обсудить еще вот один какой момент. Я вам даю самые простые, но очень действенные и эффективные инструменты. Но вы, и только вы, это все сможете грамотно воплотить и научиться правильно влиять на мужчину. Я, к сожалению, не смогу вас проконтролировать. Не смогу с вами постоянно взаимодействовать, чтобы смотреть, как правильно вы все делаете. Поэтому, если вдруг у вас что-то не сразу получается, это не повод обижаться, бросать все и решать, что вас обманули. Просто многие вещи требуют повторения, закрепления и тренировок. Но я знаю, что вы, женщина взрослая, ответственная и серьезная. И первая возможная неудача вас не расстроит. Это только ребенок может попробовать сразу сыграть, например, на скрипке или там на пианино, и бросить это занятие, решив, что скрипка не та, и пианино не то, и вообще учитель какой-то плохой. Все требует освоения и тренировок. Я вам даю мощные инструменты, которые помогут вам добиться как раз того, чтобы мужчина делал все, что вам необходимо. Но вы берете на себя обязательства, что и вы освоите все это на практике. Итак, сейчас мы приступаем с вами к нашему курсу.